всем привет как ваше настроение я надеюсь что все очень хорошо сегодняшний эфир сегодняшнее видео я хочу посвятить красивому голосу у меня сегодня не зря здесь микрофон я его специально подключил потому что у нас сегодня будет 2 чтобы вы понимали красоту голоса и как с ней работать будет два звукоизвлечения один на телефон и один на микрофон потому что многие меня обвиняют в том что вся работа моим голосом она обработана при помощи всяких разных плагинов и так далее но давайте посмотрим сейчас вы слышите меня в микрофон а вот теперь без микрофона снимает звук исключительно телефон чувствуете разницу ну практически никакой исключительно только что микрофон хватает большую глубину и нет вот этого небольшого эхо которая возникает в студии несмотря на то что она у меня звукоизолирована так вот про красоту голоса теперь вы понимаете что красота голоса зависит не только от техники но и от того что от от вашего инструмента от вашего голоса от постановки его от возможности способности пользоваться этим инструментом так как нужно вы думаете что добиться красивого голоса невозможно если вам природа не сделала такой подарок я с вами абсолютно не соглашусь возможно еще как самое главное быть трудолюбивым и внимательным к самому себе и в таком случае вы сможете добиться но если не такого глубокого звучания как у меня то по крайней мере сделать его свой голос глубже ярче и красивее давайте посмотрим узнаем что же влияет на красоту нашего голоса есть две составляющие первое это сам тембр тембральность и второе это наша дикция и артикуляции четкость произношение сейчас если посмотреть многие прислушаться многие не заморачиваются на тему того как же правильно и четко произносить те или иные звуки и не следят за частотой своей дикции потому что в этом нет особой необходимости потому что если даже половину звуков я сейчас глупо оглатывать и все но понимаете о чем я говорю правильно правильно а если человек говорит четко активно артикулируя выговаривая каждый звук обратите на это внимание он становится более привлекательным его приятнее слушать так вот нужно следить за чистотой своей дикции я сегодня покажу вам несколько упражнений которые помогут в первую очередь настроить свой голос свою тембральность раскрыть глубину и вторая часть нашего сегодняшнего видео будет посвящена четкости дикции такой эксперт экспресс метод приведения в тонус своего артикуляционного аппарата так давайте задумаемся над тем что же помогает нашему голосу звучать ярко хорошо и глубоко понятное дело наши связки есть связки разные есть тонкие связки есть толстые связки у девушек они тонкие у мужчин более толстые от этого и меняется тембральность нашего голоса связки находится здесь глубоко где-то в нашей глотке для того чтобы появился глубокий звук нужно дать нашему 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 голосу пространство для выхода то есть да если у нас маленькая трубочка через эту трубочку будет пип маленький писклявый звук если у нас большая трубочка у нас будет о глубокий звук да нам нужно расширить пространство чтобы было более понятно представьте что у вас отсюда прямо из диафрагмы такая большая большая труба широкая которая помогает нашему голосу выходить наружу то есть здесь не надо ничего зажимать чтобы не зажимать есть хорошее упражнение которое называется зевок все мы зеваем с утра она иногда и днем и вечером на скучных лекциях или кино поэтому зевок это полезная штука мой преподаватель по сценической речи в театральном институте говорил это единственный предмет в вашей жизни на котором можно будет зевать и никто вам ничего за это не сделает и не скажет так что давайте зевнем сделаем один глубокий зевок подготовим нашу глотку красивому звучанию зевок хорошо не буду показывать вам интимные подробности моего инструмента хорошо зевнули прекрасно если не зевнули смотрите на меня захотите зевать еще разок зевнем второй зевок он более глубокий получается заставляете себя зевнуть хорошо ой прекрасно все так раскрылась у меня при хорошем зевке аж уши закладывает заложила ой прекрасно едем дальше подготавливаем наш корень языка к работе упражнение которое хочу вам показать называется львенок можно делать стоя можно сидя можно лучше конечно делать это на сидя расслабленно но не лежа ни в коем случае прямая спина представьте что вы львенок можно слегка покачаться расслабиться представьте что вы львенок который весь перепачкан вареньем для такого увеличения слюны отделения можно представить что это варенье лимонное о слюни уже потекли и попытаемся нашим длиннющим языком не нагибаясь просто в прямом положении тела слизывать это варенье начиная со стоп давайте дотягиваемся потихонечку поднимаясь до колен живота представьте что вы неподвижны голова не двигается просто язык в разные стороны грудная клетка плечи локти руки кисти и можно спину это упражнение оно помогает активировать глоточные гортанные мышцы у меня же слезы потекли также мышцы отвечающие за работу корня языка а хорошо слюни побежали это прекрасно сглотнули можно взять стаканчик воды выпить прополоскать себе рот далее следующее упражнение которое помогает для глубокого хорошего звучания называется гудок сначала давайте просто произнесем звук у уууууууууу видите как глубоко звучу звучу представляете что вам рот попала горячая картошка или с положением яблока во рту это так такой прием чтобы раскрылась раскрылся гортань опустился корень языка и поднялось с неба чтобы не было такого зажатого звука не громко слегка почувствуйте как на вибрирует слегка губы хорошо а теперь добавляем к этому звуку маленький отрывистый звук о как будто пароход гудит ровный звук должен быть теперь добавляем вместо о звук а почувствуйте такую легкую вибрацию в голове больше акцент на звук у нежели на а а и слегка такое раскрытие дальше на звук положите руку на грудь почувствуйте как грудь вибрирует теперь на звук и хорошо можно еще руку на голову положить чтобы почувствовать как вибрирует голова и давайте теперь на звук и у и у и у и у и у и у и у и у и у и у и у и у и у и обратите внимание что и как раз он такой самый зажатый звук и чтобы не было у и у и сильно не давить и расслаблен у и у и вот в этот момент как раз опускается корень языка максимально сильно так и теперь переходим к полностью произношению таблицы гласных звуков это в данном случае у а и и и в такой последовательности то есть мы заменяем уже каждый раз следующий не просто по повторяем у а у а по очереди у а у и у и у и попробуем поехали все гласные звучат собранные близко к губам звук держится на губах то есть должно все звучать слитно сливая в одну непрерывную линию звучания все вот эти шесть гласных получается такой гудок давайте еще разок поехали вот она вибрация пошла мы сейчас разогрели с вами связки раскрыли купол стали звучать хорошо теперь следующая история следующая часть нашего марлезонского балета мы заключили за начали звучать глубоко красиво ярко но дикция наша не в тонусе артикуляционный аппарат не в тонусе его нужно тренировать покажу вам два упражнения которые помогут собрать в тонус привести в тонус артикуляционный аппарат представим сначала разомнем все лицо прям максимально все или все лицо разомнём представим что у нас много 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 всяких разных ниточек на лице мы эти ниточки вот так собираем в один пучок и вытягиваем максимально вперед напрягая каждую мышцу расслабили а теперь точно так же собираем эти ниточки в пучок назад и натягиваем максимально так же как вперед подержали ослабили хорошо прекрасно кстати это упражнение помогает с утра проснуться окей и следующая часть это моя любимая я это упражнение всем рекомендую и постоянно его использую я просыпаюсь очень рано ну примерно в шесть пол седьмого утра и возможно даже всем я начинаю уже работать к этому моменту голос до конца еще не просыпается артикуляционный аппарат еще не в тонусе нужно подготовиться для того чтобы быстро себя подготовить к работе я использую вот этот вот мой вспомогательный инструмент пробка моя любимая красивая пробка использую для того чтобы привести в тонус в артикуляционный аппарат на всякий случай показываю как нужно делать как с ним работать работаем с пробкой во рту один раз была такая история что мне один из моих учеников сказал мне сложно дается это упражнение совсем сложно я не могу говорить это покажи как ты это делаешь и он вставляет пробку вообще невозможно так работать внимательно смотрите чуть-чуть буквально один сантиметр что дает нам это упражнение в таком положении у нас раскрыта челюсть раскрыт купол все раскрывается дальше сложно работать губами сложно работать языком то есть мы работаем на преодоление на преодоление сопротивления заставляем наш артикуляционный аппарат работать мне хватает буквально 30 секунд чтобы привести в свой артикуляционный аппарат в тонус вставляю пробку и например тот текст который мне нужно озвучивать который мне нужно работать я его читаю буквально но вам подойдет одна страница текстов день отлично вставляем и начинаем разговаривать проговаривая каждую буковку каждый звук активно работая с артикуляционным аппаратом все артикуляционный аппарат пробудился он активизировался мало того что у нас работает приводится в тонус артикуляционный аппарат при регулярной работе с пробкой также мы можем при открытом куполе при правильном звучании мы можем даже побороться и победить наш говор вот так вот на этом сегодня все но не все вообще очень скоро в ближайшее время буквально в четверг у нас состоится мастер-класс который называется красивый голос я приглашаю вас туда приходите будет интересно будет познавательно все подробности о мастер-классе внизу хотите получать больше полезной информации всяких разных лайфхаков следите за обновлениями ставьте лайк колокольчики подписывайтесь и да прибудет с вами сила голоса пока у нас вот он вот он вот он Продолжение следует...